Накануне обсудили еще один зимний вопрос, а точнее подготовку к отопительному сезону 2015-2016 в Благовещенске. Городское руководство встретилось с руководством ТЭЦ в ремонтных цехах главной котельной города. Подробности в следующем сюжете. Продажей электроэнергии занимается Дальевосточная энергетическая компания ДЭК непосредственно, но основной используется для поставки. Краткое вступительное слово, далее полноценная обзорная экскурсия по главному городскому теплоносителю. В цехах идет ремонт. Похвастались городским властям и последними техническими новинками. Конструкцию полностью перевели на цифровую. В принципе у нас система осуществляется. Да, вот это все мы установили. То есть сейчас как раз оборудование более, скажем так, смодернизировано. Кроме ремонтных обошли и строительные площадки. Вторую очередь ТЭЦ должны запустить к декабрю 2015 года. Это позволит решить проблемы дефицита тепла быстро растущего областного центра. Сейчас все работы идут по графику. Трубы расположены, по которым вода поднимается. Ну с такой гордостью все про это рассказывают, каждый. А вы что вы понимаете? Хорошо, когда пухает. Что касается ремонта уже действующих агрегатов, то пока все тоже идет по графику. Один из котлоагрегатов уже готов. Сейчас проводятся работы на турбогенераторе. Также предстоит ремонт двух турбин и трех котлов. Ремонтные работы выполняются как собственными силами, так и силами подрядной организации. В основном, основная проблема сегодня – это финансирование ремонтных работ, на которые, может сказать, это несвоевременная оплата амурскими коммунальными системами за должности по теплу. По мнению руководства ТЭЦ, собственно, из-за проблем с финансированием дальневосточная генерирующая компания хочет стать единой теплоснабжающей организацией, чтобы без посредников поставлять тепло населению. Впрочем, городские власти не исключают такого варианта. Нужно к этому готовиться и плавно, безболезненно перейти, чтобы не страдали жители голодом. Прежде всего, мэрия и администрация города должны задумываться и беспокоиться о жителе города. По словам Константинова, вопрос требует взвешенного и нескоропалительного решения. Как-никак, на кону тепло для всего города. Ирина Пономаренко, Станислав Макавич, Амурская служба новостей.